Доклад о проделанной работе за прошлый год на сессии представила и детский омбудсмен. Напомню, Галина Гуляева в должности уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе работает с декабря 2018 года, сменив на этом посту Римму Галушину. В своем докладе Галина Гуляева отметила, что с каждым годом количество обращений к детскому правозащитнику растет. Это говорит о высоком доверии населения. Так, в 2018 году в адрес омбудсмена поступило 266 обращений. Из них 34 обращения по вопросам охраны здоровья и медицинской помощи. В настоящее время в детской поликлинике Ненецкой окружной больницы вакантны следующие должности. Врач-педиатр участковый – 2, врач-невролог – 1, врач ультразвуковой диагностики – 1, врач-педиатр школы и детские сады – 5, отоларинголог – 1, травматолог-ортопед – 1. Итого 11 вакансий. В связи с чем рекомендую принять исчерпывающие меры по укомплектованию вакантных штатных должностей в детской поликлинике Ненецкой окружной больницы. Особое внимание в работе уполномоченного по правам ребенка уделяется детям-инвалидам и с ограниченными возможностями здоровья. Одна из рекомендаций дана по группам компенсирующей направленности в детских садах. В настоящее время в эти группы производится набор детей с 5 лет. Между тем, по словам Галины Гуляевой, очень важно приступать к развитию особенных детей намного раньше. Рекомендую рассмотреть вопрос о наборах детей в группы компенсирующей направленности в дошкольных образовательных организациях с 3 лет. В докладе подробно изложена информация по центру ДАР, в котором доступная среда для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, не может быть создана из-за его архитектурных особенностей. Галина Николаевна также обратила внимание на то, что информация о количестве детей-инвалидов в Ненецком округе у разных источников существенно отличается друг от друга, что в целом создает неотчетливую статистику. Так, по данным Управления социальной защиты населения, на конец 2018 года 212 детей-инвалидов. Управление здравоохранения 261 ребенок-инвалид, пенсионный фонд 216 детей, бюро МСЭ 158 детей. То есть мне, например, непонятно, сколько детей-инвалидов у нас в округе проживает. В связи с чем, считаю, что в целях единого подхода необходимо проводить регулярные сверки детей-инвалидов, стоящих на учёте того или иного органа. Один из важных вопросов, отражённых в докладе, касается увеличения количества детей в детском доме. По мнению детского омбудсмена, это связано с высокой алкоголизацией жителей округа. В качестве рекомендации детский правозащитник предложил проработать вопрос о создании на базе ТОСов образовательных организаций в крупных населённых пунктах округа, в том числе в городе Наринмаре, клубов для детей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, привлекая действующие в округе инструменты финансовой поддержки. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал Север.